Мы все привыкли видеть, что на улице Екатерининской, Новощупной ряд, Водопроводной всегда было такое, есть такое хорошее детское слово, холомис. После капитального ремонта улицы Новощупной ряд, улицы Водопроводной, конечно, мы идем дальше. Сегодня капитально ремонтируется улица Преображенская, и между Водопроводной и Преображенской есть улица Екатерининская. После окончания работ с Новощупного ряда мы как раз прошли по этой улице и увидели, что во время того, как мы занимались капитальным ремонтом, предприниматели нашего города решили использовать эту улицу филиалом одного из рынков нашего города, при том рынков, которые находятся на стену километра. ни единого разрешительного документа, перекрыли практически все движение улиц, палатки, лотки, салфетки какие-то, все лежало на полу, продавали там цветы. Там есть два вида торговли, есть официальная, которая с документами, и если неофициальная, это стихийная торговля. На днях туда заходят наши службы ремонтировать улицу Екатерининскую, это текущий ремонт, перекрывать полностью улицу мы не будем, но всю стихийную торговлю мы автоматически оттуда убираем, и вся торговля, которая есть на этом участке дороги с разрешительными документами, она переходит в ближайшее время в подземный переход, для того, чтобы улица была открытой, она была проездной, она была проходной, и это было видно после капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройства улиц. Защитные ограждения, которые нужны, они тоже будут устанавливаться, если они нужны. Но Одиссей-то, я думаю, что давным-давно не видели наши улицы после преображения в таком виде, потому что раньше можно было там проехать на каком-то тракторе, на каком-то таком большом массивном транспорте, пройти было практически невозможно, а сегодня, как говорят в Одессе, почувствуйте разницу. Придите, пользуйтесь и, самое главное, почувствуйте тот уровень работ, который там был произведен. Нам пообещали специалисты, что текущий ремонт займет не больше двух недель, все предписания уже вручены предпринимателям, которые находятся на этих улицах, они уже в курсе, и мы ждем официально термина, пока они самостоятельно оттуда уйдут и дадут нам возможность начать работать. Если они останутся на своем месте, совместно с сотрудниками национальной полиции, с демонтажной группой нашего управления торговли и районной администрации, муниципальной безопасности и департамента благоустройства нашего города, вся эта стихийная торговля будет оттуда демонтирована, и наши сотрудники из управления дорожного хозяйства смогут зайти и начать текущий ремонт.